Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, канал Экзотоп. И помните предыдущий видеоролик о том, как мы пробовали вырастить авокадо ХАС? Если что, кто не понимает, что авокадо ХАС это отдельный вид авокадо. И да, к сожалению, дорогие друзья, эти авокадо не проросли. Целые 6 штук они все сгнили и не проросли. Я удивлен, честно говоря, и немножко расстроен. Но, как я и ранее сказал, что если вдруг этот эксперимент будет неудачным, то мы будем выращивать стандартный авокадо. Но уж оно тут точно должно прорасти, потому что его выращивают все и у всех вроде получается. Давайте же сегодня приступать к выращиванию этого чудесного авокадо. Понятное дело, что для начала авокадо нужно разделать. Я возьму вот эту тарелку и сюда буду откладывать само авокадо, вот эту пищевую часть. Я думаю, все помнят из предыдущего видеоролика. Если вы его не смотрели, то можете посмотреть. Хоть и эксперимент был неудачный, но там все рассказывалось правильно и подробно. Просто, видимо, мне не повезло с самим авокадо. Но эти уж точно, я думаю, красавцы прорастут. В общем, смотрите, его разрезать нужно просто так вот. Делаете ножом надрезик. Итак, дорогие друзья, косточки я достал. И знаете что? Смотрите, вот эта косточка, ну она достаточно маленькая, но по сравнению с косточками авокадо ХАС, она все равно их больше. А вот эта косточка, она прям, ну, какая-то крупная. И меня это, честно говоря, радует, потому что я думаю, именно вот эта косточка и будет прорастать. Давайте снимем чешую вот эту вот. Она им не нужна. Она будет мешать косточке прорасти. И да, это очень такой интересный нюанс, который нужно учитывать. Вот, давайте быстренько снимем чешую. Так, смотрите, тут какая-то уже грязь, что ли, это что? Не, это упругая какая-то часть, я не буду ее трогать. Честно говоря, она меня немножко смущает. Хотя, может, это и норма для авокадо, я не знаю. Ладно, давайте почистим пока второе авокадо. Ладно, я не буду сильно вас задерживать, чтобы вы не смотрели, как я их сотню минут чищу. Я просто вырежу этот момент. Мы с вами увидимся через раз, два, три. И да, я не ошибся, я убил много времени на очищение авокадо. Но в итоге вот что у меня получилось. Дорогие друзья, внимание, это очень важно. Запомните, когда вы будете сажать авокадо, обязательно авокадо, именно его косточки почистите от вот этой вот коричневой кожуры. Потому что, когда авокадо будет прорастать, то его косточка будет как яйцо трескаться. И эта чешуя будет ему мешать. Есть вероятность, что просто он физически не сможет треснуть. И в итоге косточка просто сгниет. Да, поэтому лучше снять эту чешую. Она нужна в природе для дополнительной защиты косточки. И в природе этих косточек просто миллион. И какая-то не может раскрыться, какая-то может. Но лично у нас косточек не миллион. У меня лично две. У вас, возможно, одна, может больше. Но тем не менее, все равно есть вероятность, что вы просто потеряете свои косточки. А если у вас она одна, то и вообще не прорастет авокадо, и вы потеряете мотивацию к выращиванию растений. Так что очень важно, снимайте вы эту коричневую чешую. Да. Кстати, да, вот эта вот большая косточка, на которую, честно говоря, у меня больше надежд. Я ее, когда открывал, я почувствовал, что здесь вроде торец был немножко дневой. Я его очистил, потом там была какая-то черная-коричневая штука. Я ее аккуратно ножичком, ну, вытащил. Это ни в коем случае не корень. Это просто, ну, как сказать, не грязь. А вот это как раз-таки чешуя туда забилась, и она была чуть-чуть сгнившей. Вот. Поэтому я это все вычистил вот отсюда вот таким вот образом ножом. Если у вас так же, то вы чищайте. Вот так вот. Теперь нужно уже приступать к посаживанию, как я сказал странно, приступать к посадке этих костей. Да. Чтобы посадить кости, нам понадобятся зубочистки. Вот. И, естественно, стаканчики, в которые мы будем наливать воду. То есть первый этап это прорастить косточку. И да, в этом видеоролике мы будем сажать эту косточку в воду и стремиться, чтобы она, ну, сделать так, чтобы она проросла. То есть в следующем видеоролике мы уже будем, скорее всего, сажать авокадо. Ну, в общем, давайте я скажу сейчас за стаканчиком, и мы будем сажать эти косточки. Итак, дорогие друзья, вот они и сами стаканчики. Теперь я вам расскажу, как правильно проращивать косточку авокадо. Косточку авокадо нужно будет с трех сторон воткнуть в нее зубочистки, налить в стакан воды и поставить ее в стакан вот этой частью донышком вниз. Я думаю, это понятно. Но тут есть небольшой нюанс. Как я ранее вам уже сказал, авокадо будет раскалываться. И да, чтобы авокадо правильно раскололся, нужно не задеть вот эту вот линию. Сейчас объясню. Ну, смотрите, авокадо будет раскалываться, вот я могу уже заранее сказать, по какой траектории. Вот видите вот эту линию, да? Вот она, вот она идет, вот она сюда идет, 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 идет. Вот она, вот она. Вот эта вот большая самая главная линия, вот по ней авокадо будет, собственно, и раскалываться. И чтобы он мог расколоться, эту линию нельзя вот так вот проткнуть зубочисткой. А надо в другие точки, скажем, сюда, сюда и вот сюда вот втыкать зубочистку. Давайте я вам сейчас покажу, как это правильно делать. В общем, находим вот, главное вот в эту линию не воткнуть. И втыкаем вот сюда вот. Да, прям берете и уверенно зубочистку втыкаете. Вот, все, воткнули. Не бойтесь, авокадо от этого не будет поврежден. Все самое ценное находится именно внутри, и вы туда, скорее всего, даже физически не пробьете зубочисткой. Хотя, наверное, физически вы сможете, но это очень тяжело. Поверьте мне, вот я вот сейчас втыкаю, и мне это уже не очень легко. Хотя я втыкаю совсем не глубоко. Вот туда прям выкнуть это тяжело. Вот. Втыкаем последнюю зубочистку. Вот она. Так. И в итоге получаем вот такой вот авокадо. Да. Собственно, то же самое мы должны сделать вот с этим вот авокадо. И потом залить в эти стаканчики воду. В итоге мы получаем вот такие вот чудесные косточки, которые стоят у нас в стаканчиках. И сейчас мы будем заливать сюда, естественно, водичку. Теперь можно будет с помощью разного рода пулевизаторов. Иногда косточки слегка опрыскивать. Да, вы можете взять любой пустой пулевизатор, сюда заливать водичку и опрыскивать косточки. Да, это такая вот хорошая штучка. Вообще, у всех, кто держит дом экзотических животных, выращивают экзотические растения, куча разных прикольных пулевизаторов. Так. Ну вот сама авокадо. И сейчас я буду с вами прощаться и идти кушать вот это вот чудесное авокадо. А авокадо является рекордсменом среди всех растений по жирам. В нем их очень много и это очень полезно. А так как я спортсмен... Упс, уронила авокадо. Да. А так как я спортсмен, мне это особо нужно. Ну ладно, с вами был канал Экзотоп. Я желаю вам всем удачи, чтобы ваши авокадо тоже проросли. Надеюсь, мои тоже прорастут. Вот. С вами был канал Экзотоп. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok